Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев, продолжая контрольный объезд муниципалитетов, не просто посетил Верхнюю Салду, где руководство муниципалитеты как раз-таки недавно сменилось, но и получил приглашение поучаствовать в торжественной церемонии в Титановой долине, чей новый резидент ООО «Аллегра», созданная совместной группой Евраз и ООО «Рейлсервис», начинала строительство современного колесопрокатного производства для нужд железных дорог. Это смело можно считать символом постковидного пробуждения инвесторов и восстановления экономической активности в опорном крае державы. 2020 год для нас был годом непростым, и можно уже сегодня сказать, что мы с основными трудностями справились. Справилась и наша промышленность, и сегодняшнее событие подтверждение тому, что только за прошлый год мы на территории нашей области открыли более 80 производств. И сегодняшнее событие – это подтверждение тому. Конечно же, создание рабочих мест промышленности всегда ведет за собой создание в смежных отраслях сотен рабочих мест, на одно рабочее место промышленности. И, безусловно, реализация этого проекта будет иметь кумулятивный эффект для всей промышленности Свердловской области и для экономики. Я, конечно же, благодарю инвесторов. Я желаю компании «Аллегра», «Евраз», российские железные дороги, «Титановая долина» процветания. Пусть все, ребята, у вас получится, но мы всегда рядом. А всем остальным здоровья, мира и добра. После всех торжественных речей Евгений Куйвышев совместно с вице-президентами «Евраза» Денисом Новоженовым и Ильей Широкобродом, с владельцем рейл-сервиса Сергеем Гущиным, начальником Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым и гендиректором «Титановой долины» Андреем Антиповым заложили тот самый первый камень, после чего дали еще и звуковой сигнал к началу заливки бетона в фундамент колесопрокатного стана. Ну что, три, четыре. Далее губернатор прибыл на Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение «Ависма», где, все еще находясь под впечатлением от предыдущей площадки, поделился ими, а также внушительными цифрами с работниками. Это будет крупнейшее в России производство железнодорожных колес и пар. Значит, около от 200 до 300 тысяч колес в год. 450 рабочих мест и общий объем инвестиций порядка 15 миллиардов рублей. Вот сегодня мы дали старт строительству этого завода. Ну и попутно приехал ознакомиться, как стоят дела, помочь новому главе. Он тут стрятался, помочь новому главе, выходцу тоже с ВСМПО «Ависма». Поэтому пообщаться, выслушать, какие есть проблемы, ну и, естественно, послушать вас, наверняка у вас есть какие-то вопросы. Перед этим главу Свердловской области провели с экскурсией по цехам ВСМПО «Ависма», полулегендарного предприятия, без которого совершенно невозможно представить себе нынешнее существование авиационной, да и космической индустрии, причем в общепланетарном масштабе. И неудивительно, что никакие санкции никогда и никаким местом его не касались. А в этом году, по сравнению с 2020, численность коллектива только выросла на 270 человек. Крупнейший в мире производитель титановых изделий с высокой степенью механической обработки и с полным технологическим циклом имеет ключевое значение для производства самолетов и реактивных двигателей для 450 организаций из 50 стран мира, из которых достаточно назвать таких монстров, как Boeing и Airbus, Rolls-Royce и Embraer. Ну а возвращаясь к вопросам, заданным работниками в СМПО «Ависма» губернатору, выделим, пожалуй, самый животрепещущий, и также касающийся новых производств и новых рабочих мест, но сильно тревожащий население. Речь о планах компании, желающей стать резидентом особоэкономической зоны, а организовать здесь кремниевое производство. Проект, который предложен потенциальным, возможно, будущими резидентами, они еще не резиденты особоэкономической зоны, будет проходить детальная экологическая экспертиза. Когда эта экологическая будет экспертиза пройдена, этот проект будет предложен на рассмотрение общественности. Закончился большой визит Евгения Куйвышева в Верхнюю Салду темой муниципального жития. Разговором с новым главой Константином Носковым, до этого долго трудившимся как раз-таки на производстве, именно в СМПО «Ависма». Это планы по строительству парка имени Владислава Тетюхина, под которое можно получить бюджетное финансирование, если горожане проявят активность в голосовании на сайте проекта «Формирование комфортной городской среды». В качестве примера того, что уже делается, глава города показал главе области результаты первой очереди благоустройства сквера «Комсомольский». На прощание губернатор посоветовал обратить внимание на завтрашний день. В том смысле, что сюда нацеливается уже множество инвесторов, в том числе и стратегических масштабов. И чтобы местное население в полной мере ощутило от этого все плюсы, в том числе и материальные, уже прямо сейчас пора готовить кадры. Объем инвестиций самый большой, порядка миллиарда долларов будет. Мы сейчас рассматриваем сотрудничество в этом направлении. И, конечно же, трудовые ресурсы, ресурсы и компетенции колледжей, образовательных учреждений. И должны поработать не только на ВСМПО «Висма», как это здесь принято, здесь высококлассные специалисты выпускаются с колледжа, но вместе с тем сегодня нужно успеть занять ниши и рабочие компетенции в Титановой долине. Это, конечно, ваша уже работа.